Сергей Богданович, в апреле у «Зенита» очень насыщенный игровой график. При этом, судя по последним матчам, и в Кубке, и в Чемпионате вы выпускаете всех лидеров. Скажите, как в подобной ситуации вы решаете проблему ротации состава? Мы только один матч сыграли на Кубок в этом сезоне, поэтому нам нужно было побеждать, чтобы проходить следующий этап. И тот календарь, который позволял нам ротировать несущественно, скажем так, что касается нынешнего, Кубка и календаря, конечно, у нас гораздо он плотнее, играм больше. Естественно, я думаю, что ротация будет больше. Прошлый матч со «Спартаком» состоялся всего лишь месяц назад, при этом очень многие обстоятельства поменялись. Ожидаете ли вы в грядущем матче еще более смелую игру от нашего соперника? Я не думаю, что что-то изменилось. У нас состав тот же, у «Спартака» тот же, кардинально ничего не изменилось. Будет еще один матч. Понятно, что соперники принципиальные, поэтому дополнительно будет мотивация для нас и для игроков «Спартака». Мы ждем хорошей игры. Как вы на данном этапе оцениваете обновленный формат Кубка России, когда команда дошла уже до полуфинала пути РПЛ? С одной стороны, мы получаем больше матчей с именитыми соперниками, с другой – некие трудности в календаре. Ну, я думаю, основные трудности, связанные с переносом матча, которого пришлось куда-то вставлять, из-за этого все сдвинулось немножко. Поэтому, в принципе, не такое катастрофичное количество матчей, но календарь действительно очень непростой, и учитывая состояние полей, перелеты, добираться определенная игра достаточно сложная. Конечно, это все вместе влияет на состояние игроков. Традиционный вопрос – кто не сможет помочь команде в матче с «Спартаком» в Москве? Пока все готовятся, кроме Марио Фернандеса. По нему в ближайшее время ждем уже заключения, и уже дальше, я думаю, будет понятно, что делать. Все остальные работают. Продолжая тему ротации игроков, учитывая то, что два подряд матча с небольшой разницей по дням, два на выезде, имеет ли значение соперник, статус соперника при, скажем так, выборе степени ротации? Мы в большей степени будем отталкиваться от состояния игроков, кому нужно, может быть, меньше сыграть, или кому-то нужно, может быть, отдохнуть, для того, чтобы все-таки не было переутомления и вследствие травматизма. Поэтому отталкиваемся от состояния наших игроков в ближайшем. И насколько может быть легче начинать на выезде или, наоборот, сложнее? Ну, я думаю, разница небольшая. С одной стороны, есть небольшой плюс. Второй матч дома, в зависимости от первого, понятно, что можно проводить определенные изменения, исходя из того, что нужно будет по результату. Но в целом, в любом случае, одна игра на выезде, одна дома, ничего не меняется. У Спартака по весне ни одного забитого мяча. Почему же? Они обыграли Оренбург, поиграли, но мы же на кубок готовимся. В кубке они очень уверенно смотрелись, обыграли Оренбург. Тот гендикап, который был после первого матча, они выполнили свою задачу, вышли в следующий этап, играли хорошо. Поэтому кубок – это кубок, чемпионат – это чемпионат. Еще один, если можно, уточняющий вопрос по поводу двухраундового противостояния. Тот факт, что два матча позволяют вам проще относиться к ротации, позволят перед матчем с Спартаком. То есть более обширно ее делать? Ну, я думаю, да, возможность, по крайней мере, такая есть. А какое мы решение примем, завтра мы посмотрим. Ну, в принципе, да, двухматчевое предстояние есть определенные возможности для того, чтобы больше и меньше ротировать.